Грунвальд 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 Смоленск мела вельми грунтовную основу. Великое князство в те часы отрымало выйти не только до Балтийского моря, но и после обладания землями в Низавине Днепра до Черного моря. В 1404 году Витов Тканчаткова долучил Смоленск и Смоленскую землю. После трех походов на Москву он учинил домову с московским князем Василем I, по водле якой межа между двумя державами проходила по притоце Аки Угры. От этой межи до Москвы было 120 километров, а до Вильни 650. Ягайло разумев, на двух тронах яму не уседзять. Тому и отдав уладу князстве Витовту. Але только на час ягонага життя. Витовджа после паразы от татаров на Ворскле вымашен был отмовиться от плану новой войны с братом и заняться умоцованием своего господарства. Новое погоднение помеж братами павинно было быть выгодным у нечим для кожного зих. У Кастричнику 1413 года у городли над Бугом отбылась встреча панов бояр и шляхты польского королевства и великого князства Литовского. В 1413 году, когда была эта уния подписанная, заключенная, Витовт уже практически выразил все свои главные политические задачи. Моцовал свое становище, был фактически независим от Польши и мог керовать политикой так, как хотел. Альон протягнул политику Ягайлы на сближение с Заходней Европой. Это значит, праз уповелеванне католитства в державе окрысить ориентацию на Заходнюю Европу. Акт новой унии обвешав самостойность великого князства Литовского як державы. Хоть великий князь и признавал верховную владу короля, а титул верховного князя Литвы становился элементом польского королевского титула. А кроме этого, после смерти Витовта, литовские паны и бояры не повинны были выбирать великого князя без сгоды Ягайла, а польские, коли б помер Ягайла, не выбирать короля без одобрения Витовта. Поводли умову Городельской лунии, великое князство Литовское заховывало свою самостойность и после смерти Витовта. Ну, як ведомо, 47 боярских родов великого князства деля умоцаванне альянсу, двух державов обменялися своими гербами с поляками. У великого князства на узор короны уводился поддел на воеводство. Правда, треба сказать, что все больше привилеев отрымливали пасля Городельской лунии католики, але разом с тым господар Витовт разумел роль, якую адыгрывая у державе православное насельництва и тому створил незалежную православную метрополию у Новаградку. И одночасово с гытом он выносил идею релегийной унии между католиками и православными с метой дальнейшего умоцавания державы. Волею лесу, або два брати на той час не имели нащадков. Сыны Витовта загинули подчас боротьбы бацьки за владу. Я Гайлаш у вогля не имел сынов. Тому пасля смерти своей третьей жонки Я Гайлаш терминного пачал рыхтавацца до четвертаго шлюбу. Спачатку выбор был взроблены на карысь королевы Овки, удавыческага короля. Але Витовт змог пераканаць брата взять шлюб з молодшей сестрой своей жонки Софей Гальшанской. Безумовно, Витовт меў тут свой разлик. Шлюб працтавнікоў королевскіх родаў Польщы і Чехии узмацнила пазіцы Я Гайлаў Європе. А так, польской королевой становілася сваячніца Витовта. У 1421 годя на Велік Дзеню Новоградку адбылось ўрачыстае вянчанне Я Гайлы і Софі Гальшанской. На момант шлюбу королю меў 71 год, а я гоная жонка – 17. Тым не менш прастрі гады, Софіна раджая сына, якому далі імя Уладзіслав. А я ще праз два – другога, а я ще праз год – третьага Казімира. Улічваючы узрост польськага монарха, па краіні разышліся плеткі, што ён не бацька гэтых дятей. Тым не менш, Я Гайла прызнае іх сваімі сынамі, а значыць род ягелонов. Мае прадяг. Вітаўджа, так і памірае, немаючы нащадку. Я Гайла перажыве свайго брата менш, чым на чатыры гады. Зіх сыходам скончыцца цэлая епоха ўсупольнай гісторыі польськай кароны і велікага князства літовска. Князства пачне разрываць грамадзянскаа вайна, а старэйшы сын Я Гайлы у Ладзіслав, якога ў Європі называлі узорам каталіцкага рыцара, загіня ў лютай сечы с турками, маючы толькі двадцать гадоў. Але гэта ўжо іншыя сторонкі нашыя гісторыі. Дякую за перегляд!